Нас остается буквально пару минут, но очень хочется вас спросить. Я специально направляла вам ссылку на проект 30 скверов. Наверное, вы все с ней ознакомились, ознакомились, да? Да, конечно. Пусть Ласка Степановича. За неделю буквально проголосовало 2500 человек. Это благоустройство новых зеленых таких зон в городе Кирове. Как вы думаете, почему люди так активно голосуют? И как вам самому нравится этот проект? Мне очень нравится этот проект. И я вам скажу прямо, не только мне, но на федеральном уровне. И в стенах Государственной Думы, и в стенах Совета Федерации такие проекты, связанные с средой проживания, обитания жителей, очень многим нравятся. И я считаю, что имеют большой перспективу. Более того, депутаты Государственной Думы не потому, что этот проект будет. Возможно, и в том числе потому, что проект был инициированный. У нас в Кировскову все знают, что он тоже инициировал второй проект. Сегодня на федеральном уровне на четыре составляющих в число которых входит и тоже проект, вот скверы и городские парки, выделено 20 миллиардов рублей в целом просквероваться. Кировская область получает по этому проекту, то есть там четыре проекта, но для нас будет более актуальным проект, как раз в связи с бараками, скверами и прочее. Мы получаем более 280 миллионов. До конца декабря Министерство строительства Российской Федерации должно разработать порядок предоставлений, а до конца первого квартала каждый субъект, то есть Кировская область должна представить конкретные планы и проекты по реализации, по освоению их денег на территории региона, на территории города. Я думаю, что по силам, тем более, что этому проекту также является большое внимание в правительстве Кировской области, в администрации города Кирова. Я думаю, что мы находимся в большой степени готовности для того, чтобы не просто получить финансовые ресурсы, но их с высокой долей эффективности используем для создания комфортных средств в городе Кирове, окружающей средств. Лично сам выйдете на благоустройство? Безусловно. Я неоднократно принимал участие в субботниках весенних, прежде всего, а здесь в Бодезвене. И не только в субботниках, посадке, насаждении лесных елочек, молодых елочек тоже принимал участие. Для меня это тоже экологические проблемы и проблемы окружающей среды являются не в спиритетах.